Доброе здоровье уважаемые посетители канала и знаете как не в бров а в глаз я тут запускаю Компьютер и как заставить ленивый кишечник работать фитомуцил норм вот так то Англия оказывается есть ленивый кишечник по аналогии тогда получается есть ленивое сердце ленивые почки и прочие 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 ну что а мы с вами а мы с вами а мы с вами еще разок вернемся Я сегодня сегодня не было света но тем не менее у меня у меня аккумулятор батарейки я записал видос который будет выставлен первым а это идет вторым и я вроде бы там рассказал что посчитал нужным дал комментарий Опять таки господи как хорошо что вы такой терпеливый спасибо что не срываетесь от наших заумных вопросов А не срывайтесь тамара значит терпеливым я себя очень долгое время приучал к тому что надо быть не терпеливым а понятливым вот тогда тогда будет то что надо так и вот еще разок вернемся Я сейчас к видосу а суди кто какое лечение к Игорю Горбатенко ну что я его естественно удалю заблокирую вот Ну это так так сказать ризика но еще разок разберемся дело в том что почему я еще устанавливаюсь на этих письмах на этих комментариях Они заставляют еще как то по другому взглянуть на процесс подачи знаний Почему так почему я хочу быть понятливым я привожу примеры а где то люди не понимают но если они не понимают В силу чего то но по крайней мере я стараюсь аргументировать что что и так далее То есть вот а суди кто какое лечение я же здесь не то что будем говорить вот медицину говорю она там плохая И какой то наезд делаю я же привожу примеры допустим ага вот смотрите китаянка оказывается взяла и с древнего этого Травника своего и рецептик то есть для нее научное наследство не нужно для неучей для нее оказалось то что надо она взяла эти знания и воплотила там определенное лекарство А есть люди которые вот и должны этим делом заниматься именно к ним это относится ненужное для нее они это не понимают У них вот одна программа я уже знаете по разному вам пытаюсь сказать вот это все равно что был строй вот коммунистический или там социалистический Сначала царская Россия была все там как то там притерлась люди там жили потом нет это плохо вот она давайте жить по социалистически Будем строить коммунизм народ вроде как то развернулся сам начал что то строить и потом все равно что то не получилось Но все они начали или по крайней мере не все а огромное количество людей вписалось в рамки социалистической системы Начало там ее поддерживать и так далее кто был против все это диссиденты это плохие люди это тара тата тата Сейчас все как говорится власть переменилась диссиденты стали хорошими а все остальные значит а все остальные они оказались остальными Далее значит какое лечение вот направление этого лечения вот вот оно вот считается вот таким и нормальным Ну есть же допустим порядочные врачи и я как раз привожу я уже не умывакина с его содой и перекись водорода вы знаете Тоже заплевали значит Тулио Симончини с его содой лечения онкологии значит разобраться бы посмотреть что там что там как там тоже заплевали да не нужен он посадили А почему вот человек раз он говорит я сделал я получил прекрасные результаты Почему это не исследовать а просто-напросто посадили и все без лишних знаете разговоров Вот вопрос вы задавайте себе почему это делается такой нетерпимость вот так и больше никак и все остальное нам не надо Далее что там еще у нас там такое было такое было вспомнишь скажу Тужит мол это а вот это теоретическая основа которая подводилась под всю медицину что существует 6 стадий зашлаковки организма Которая вот как мне там сказали она официальной медициной оно отвергается Ну это ж можно будет там исследовать если уж на то пошло и как что что Нет это тоже нам не надо ну не надо так не надо Ну вот люди то сталкиваются с этим в процессе своего лечения Тут еще огромное количество важности зависит от самого человека от самих людей Почему вот это все допустилось и получается даже не будем брать там медицину Вообще жизнь возьмем в целом почему вот такое вот допустилось Что одни живут ого-го как другие а другие никак И существуют законы те которые вот их так сказать защищают А все остальные да выселим тебя еще Ну в это дело не будем углубляться Но еще разочек пройдемся по Игорю Горбатенко Потому что он заставил меня еще разок поразмыслить Что допустим надо если там вообще-то описывать Вот я это знаю Хотя бы описать устройство организма Как он работает что на него влияет А не просто вот сразу начинаем лечение и пошло поехало И так периодически захожу на канал уже два года и все тот же нерратив Какая-то нездоровая и даже агрессивная критика традиционной научной медицины Ну опять-таки а судьи кто То есть вы из своей же медицинской этой когорты Не хотите взять те методы которые люди взяли Ну вот какую-то гитаянку вы тут признали А остальных вы не признали Вы не признали и этого самого Замкова Который там урагравиданом там лечил Тоже мол это не то Ну то есть никого Вместо того чтобы разобраться и понять где это работает А где это не работает Нет это нам не надо вот это Так Вместо нее автор предлагает лечиться сугубо народными методами А вот как раз примерчик то был сугубо народными методами Люди то сначала обращаются к официальной медицине О чем я еще говорил Сначала все туда идут И если они не получают желаемого результата Что им делать Вот вопрос сугубо народными методами Или сугубо официальными методами То есть вот в чем вопрос стоит еще Плюс вот я буквально таки был внизу Включил телевизор Телецентр И там собираю деньги На лечение от какой то там болезни Надо собрать 3 миллиона 700 И вот смотрите что получается Игорь вот что получается Вот если у тебя есть деньги Тебя якобы вылечить А если у тебя денег нету Ну нету значит ты помрешь И все И все их делу Вот он и гуманизм Вот он и подход Вот тебе и чем заниматься То ли народными методами То ли официальными То ли деньги надо собирать А вот знаете что еще Вот у меня такая мысль возникла Довольно таки давно Хорошо Гарантии Кто дает Дает ли народная медицина гарантии Дает ли официальная медицина Деньги взяли А есть ли результат Через сколько он будет результат А если человеку все это не помогло Он умер А собрали там вот такую вот сумму Ее вернут или нет Это что же такой вопрос встает Что вы взяли эту сумму И хорошо там да Знаете И ни за что не отвечаю Далее Причем абсолютно без всякого разбора Я бы не сказал без всякого разбора Я привел и примеры Привел и то и все Пятое десятое Да какая болезнь Какая стадия Какие показания к хирургическому лечению Показания к хирургическому лечению Я уже знаете Говорил здесь следующее еще Важно подчеркнуть Что Да существует и такая медицина Такая И одна на другую прет Катит бочку Это так это не так Но в конце концов Страдает сам человек А почему человеку не разобраться В том как жить Чтобы не допускать эти болезни И почему бы эти знания Не распространять Что надо вот то 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 делать А то вот Ленивый кишечник Грубо говоря Ленивое сердце Да и вообще ты там ленивый Вот тебе антидепрессанты Вот тебе то Вот тебе все Пятое десятое И на этом конец Ты мол сам дурак Вот выходит так И тогда и получается Вот эти стадии Человек себя допускает И до какой то там болезни И до какой то стадии И до каких то показаний И в конце концов До хирургического Вот мой Друг детства Вот знаете И не хочу сказать Что надо кого то винить И так далее Но он сам все это Все это Пожал он сам на себе Обратился Не знаю Почему он не следил за собой Ему удалили Желчный пузырь То есть он уже Человек без желчного пузыря Это инвалид Уже там развиваются Какие то процессы Потихонечку они идут Негативные Разрушительные Но они уже идут Допустил сам Далее Вот с этими полипами Что нельзя было как то по другому Разобраться Только вот такое вот лечение Тем более Он беседовал со мной Со света Чем беседовал Я говорю Как ты будешь жить Ты вообще Представляешь Легкомысленно Да Мол это лишняя запчасть А сейчас страдает И все Глубже И глубже Все это знаете Как коммуна уже укатится То есть человек Нельзя сказать что Что медицина та или другая Человек допустил Самого себя До такого состояния И дальше Получаются вот такие вот Вещи И ему предлагается Вот это Хотя можно предложить И другое Вот о чем я говорю А судьи кто Вы же можете Вот это предложить Можете это Можете это Оказывается вот это Мы вообще не знаем Мы знаем только так А я знаю допустим Вот так И знаю что Вот так можно И я сам за собой Более-менее слежу Для того чтобы Вот у меня не было Ни какая-то там болезнь Какая-то стадия Показания И прочие там Хирургические вещи Дальше Все в одну колею Нафиг нужна там медицина Очищай кишечник Печень Пей керосин Мочу Перекисуру И будьте здоровы Здесь Не надо вот Как бы говорится Валить все в у кучу Не надо валить Для чего Очищать кишечник Для чего Очищать печень Зачем Пить керосин Как действует Моча Как действует Перекись Сода и так далее То есть Все это Это Надо понимать Когда это Применять Но в целом В целом Я хочу подчеркнуть Вот такую Важную вещь У человека Возникло заболевание Заболевание Возникает Закономерно Не то Что она неожиданно Возникла Это Все годы Которые За которые Он наживает Это состояние И которые Потом так Бац И проявляется В виде заболевания И Не понимая Что вот это Целый процесс Идет Который привел К этому заболеванию И для того Чтобы выйти Из него В первую очередь Как Вот это Про очищение Теорию Про очищение Что существуют Стадии Зашлаковки организма Конечно Вот кому-то доказывают Что это такое Вот он вроде бы Врач Он бы вроде бы И сделал Но Ну не приняли Эту По каким-то соображениям Официальная медицина От своего же Медика С какими-то там Степенями Она просто-напросто Отказалась Нам не нужно Это знание Нам Но я Допустим И другие люди Когда это все Применяют на себя Очищение Они видят Прекрасно Эти шлаки И я Их Вам Изложил Но Игорю Этого Допустим Недостаточно Просто Просто вот Как-то соду И будете здоровы Не надо тут это само Упрощать То еще Немножечко Отлекся Хочу подчеркнуть Если Пытаются Лечить Болезнь На Загрязненном Организме Толком Ничего Не получается Даже если Эти препараты Действуют Потому что там уже Все Зашлакованы Зашлакованы Межклеточные Жидкости Где все это Совершается Там же У нас Развиваются Эти все эти Микроорганизмы Как на питательной Среде И мы пытаемся Тот орган Который сдал Мы его пытаемся Там Вылечить Или поддержать Как правило Это очень редко Удается Очень редко И в то же время Если вы это сделали Сделали Грамотно Это тоже не просто Сделать Запомните Мои слова Это не просто Сделать Хотя можно Почитали Вникли И потихонечку Делаем И тогда И получается Если же С бухты барахты То Есть такая Пословица Знаете Можно сломать То что вообще Не ломается Можно сломать Запросто В качестве статистики И доказательства Эффективность Этих методов Автор приводит Отдельные отзывы Каких-то людей Ну Не нравятся Эти там Допустим Люди Я тоже себя Например Привожу в пример Вот 70 лет пошел Восьмой десяток Кому-то я там нравлюсь Кому-то не нравлюсь Суставы целы Энергия есть Глаза видят Машину вожу Еще занимаюсь Интимными вещами Голова не болит никогда На погоду я не жалуюсь Это Единичный случай Это Как бы сказать Можно это не замечать То же самое Допустим у других людей Что и есть Они сообщают Вот то-то, то-то, то-то было Это тоже Нам Не надо Что я хочу сказать Но Мне уже это Поздно делать Если бы У меня Были Средства То есть Сказали О, Петрович Слушай, да ты Какое-то Вроде Дельное дело Для народа Делаешь Вот В сфере здравоохранения Мы выделим тебе Допустим Вот такие-то Средства Исследуй И какой-то результат Выдай Как вот Все-таки Содержать свое здоровье И даже Может быть От чего-то там Излечиться Хотя я вам привел Я вам привел Два Подхода Народный Удаление бородавок Просто так Вот ее нету И все Можно сделать И второе Это Азотом будем Или лазером Выживать И так во многих случаях В качестве доказательств Ну ничего нету На этом Кто эти люди Какие В действительности У них были заболевания Установлены ли были Все эти Диагности официально Или люди Ставили их сами себе Есть ли Контрольное обследование И подтверждение Из лечения То есть Вот эти Рассказы На что в основном Ориентируется Человек Простой Он ориентируется На рассказы Встретились там Два Петя с Ваней И рассказали Да у меня вот был Простатит А я вот то-то То-то поделал Знаешь Лучше стало А я вот это там поделал Марья Ивановна там С Ксенией Петровной Встретились А я говорю Вот это вот там Избавилось от запора Вот так Или еще вот как-то там Или от головных болей Вот В чем А не то что Диагноз И целую Знаете это самое Это все требует Довольно таки Больших этих самых Затрат У меня другие Приоритеты У меня в приоритете Стоит здоровье А не анализы 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 Я опять таки Приводил свой случай И предоставил Вот эту вот Всю МРТ Что там Было В 2016 Году Я вам все предоставил Вот смотрите У меня спина У меня были боли У меня Можно так сказать Согласно Вот этим все Все развалилось Спросил Как лечить будем Ну вот так вот Лечить будем Мне это не удовлетворило Уколчики Б12 Будем наблюдать Сейчас же у меня спина Я вам демонстрировал Что у меня спина Как она Это Как я хожу Ну и так далее Даже взять того же Самодумова С его гравитационной гимнастикой Он поехал в Америку Тут знаете И вообще никому это не нужна была Гравитационная гимнастика Что он там придумал Что он сделал Но зато вот эти вот Америкосы услышали Очень богатые люди С его слов Опять таки С его слов Можно тогда сказать Он там Обманщик Или я обманщик Что это делаю Но тем не менее Что там ему Хорошо Ты говоришь Метод твой работает А вот тебе Больные Вот тебе клиника Вот тебе этот самый Как-то этот самый Заболевания Где на ходунках ходят Этот Ну-ка покажи И вот занимались больные Корреспонденты И даже врачи И потом уже Целый журнал Издали там На миллион что ли Или больше там Экземпляров Ну самодумов Сам рассказывает Вот пожалуйста Прошло А почему это не взяли В той же Америке Хотя там Появилось такое Направление Остео стронг То есть Сильная кость Что-то Да взяли Но опять таки Официальная медицина Там признает Не признает То есть Какие-то люди Решают Ну да это хорошо Но нам это Не надо У нас свое Вот Идите по этой колее Но если бы Эта колея Давала Хотя бы Восемьдесят процентов Результатов Положительных Было бы хорошо Какая эффективная Лечение Процент излечения Какая чистота И серьезность Побочных Их вектов Вот так вот Все 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 Для того чтобы Это было все Опять таки Мне уже Семьдесят Начался Восьмой десяток Было бы это Лет Хотя бы двадцать Назад И все Мне бы предоставили Предоставили То есть Талантливым людям Надо это давать Чтоб они Что-то там сделали Раз это Ничего никому Не надо Не надо Ну вот так вот Она и продолжается Как она продолжается И вот интересно Помню Как-то лет десять Назад читал Книгу К хирургам Среди всего Прочего Запомнились Рассказы Доктору о том Сколько им пришлось Вытягиваться От цвета Последователей Так называемой Чистки печени Люди Начинали чиститься Не обследовавшись Имея камни Некоторых Привозили На операционный стол Уже Пожелтевших Еще раз Хочу Сказать И напомнить Оздоровление Тем более Лечение Самого себя Или других Это крайне Непростая Вещь Крайне Непростая Вещь Еще разок Привожу Слова Сломать можно То что вообще Не ломается Надо в это дело Вникнуть Понять Что Как Подготовиться Подействовать Чтобы вы чувствовали Что вы с этим Можете справиться Если вы не Можете справиться Если думаете Что все это легко И просто То вот такие Результаты И появляются Однако Скажу Следующее Вот смотрите Я сам Почистил печень Когда узнал Это Чисто народный Метод Да Кто то там придумал Далее Я вел клуб Бодрость Несколько лет И в клуб Бодрость Как раз приходили Люди Которым Обещали Удалить Желчный Пузырь И вот мы С ними Чистили Более того Я им рассказывал Что что как сделать Люди дома Это делали И ни одного Случа В клубе Не было Чтобы сказали Ты знаешь Вот Он говорит По твоим рекомендациям Вот такая вот ерунда Вышла Более того Когда узнали обо мне Это где-то наверное Был 1994 год В Петербурге Была Там какая-то Ну типа Народные там Клиники Они лечили по Тому самому Караваевской И хотели Освоить Метод Значит Чистки печени И вот они Меня позвали Набралось По моему 27 человек Их Инструктора С этой грубо говоря Там Ну не клиники Как бы сказать Кооператива Здоровительного Присутствовали Чтобы понять Что и как я делал И рассказывал И я Основное действующее лицо 27 человек Вот Выехали в санаторий Подготовились Выпили И все Почистили Печень Ни одного Не было Далее Еще Хочу привести Вот я занимаюсь Изодинамической Гимнастикой Которая Является Так сказать Дочерью Гравитационной Гимнастики Которую Значит Придумал И запатентовал Анатолий Иванович Самодумал Что он рассказывает Что метод Пять упражнений Довольно таки прост Дави ногами Руками Там вот так Вот так Все ясно и понятно Внешне Но тем не менее Тем не менее И вот Некоторые люди Все это дело Решили Да зачем нам Самодумал Анатолий Иванович Возьмем мы как сами И будем И в результате Они дошли До определенных Весов И у них Начали Ломаться Суставы У ихних Этих Или сразу же Они как-то То есть Слишком быстро Они нагрузку Начали давать Что В Канаде Разразился Большой скандал Из-за того Что вот эти вот Люди Ссылаясь На гравитационную Гимнастику Начали все это делать Мы И сами разберемся И получилась Вот такая ерунда Я же Вот я 5 лет Прозанимался Вот этой вот Практически Гимнастикой На тренажере Только другом тренажере И я сейчас Тренирую людей Им можно было Тоже 20 раз там Поломаться Но Стою я Рядом с ними Стою Смотрю Что я их чувствую Как они напрягаются Ну Посмотрите Соответствующие видосы Что надо сделать Где остановиться Где Сказать Как давить Что давить Я слежу И ни одного Несчастного Случа Типа Полома Растяжения Нет Только все Положительно Люди приходят Разные Опять таки Дело Это непростое Необходимо В это дело Вникнуть Потихоньку Делать Анализировать Себя Если вы хотите И То о чем я Говорю Это Все таки Методика Вообще то Она может быть Для всех Но Человеку надо Разобраться Предварительно Что Чего и как Никуда не спешить И Не думать Что это так просто И тогда Все будет получаться Если же Вот так вот Как мы Услышал Голодание Это сразу 40 суток А потом может и умереть На выходы Или еще там что-нибудь Такое себе там поломать И Ну короче Много Для тех людей И которые Хотят Разобраться Капитально Со своим здоровьем Вот это Для тех людей Они просто Насколько Прибежали Что мне делать Как мне делать Задают вопросы Которые Уже И описаны И изложены И И получается Вот такие вот Что можно Да И значит С этими камнями И с этой Гравитационной Гимнастикой И с этим Голоданием И с этим Дыханием И с этим Обливанием А сколько С питанием Проблем возникает Вот Диета Вот такая Кремлевская Диета там Сырая Еще какая-то Сколько Получается Всего этого Негатива Потому что люди Не хотят Разобраться Сами С собой Для этого Необходимо Все-таки Затратить Какую-то часть Своего времени Более-менее Регулярно Почитать Прислушаться И С чего-то Вот такого Маленького Начать Чтобы Дабы не навредить себе Ну вот Вот так Я Дополнил Этот видос Еще Тем И хочу Еще разок Главное Подчеркнуть Если А он Знаете Педантично Исследовал Вот на этом этапе То-то И то-то Но не надо Это То есть Без очищения Толком Ничего хорошего Не будет Без Самоанализа У вас Тоже Ничего Хорошего Не будет Вот Наблюдение За самим собой Потому что Все мы разные И плюс еще Это просто Мы берем физическое тело Существует Масса Еще других Параметров Которые очень Сильно влияют На наше здоровье О которых Вообще Ну вот допустим Психология А вот то-то еще Там надо делать А мы психологию Вообще особо не берем Не разбираем Ни черты характера Ни привычки Мол вот Вот так вот Чисто Такой подход Ну что Как говорится How Я все сказал Спорить я не буду Я стараюсь Если что-то говорю Я это аргументирую А не просто Там вот это Вот это Это действительно Слишком просто Сода Там шмода И так далее Или помогите мне Хотя там До этого Ничего не сказано Запоры были Или еще что-то У вас там было Да я на это наплевать У меня сейчас болит Вот это Повторяюсь я Повторяюсь Знаете Повторяюсь Но тем не менее Тем не менее Стараюсь Аргументировать Что что и как Так Ну что Картиночка Хорошая Сижу Видите какой я Да Живот не стал я Выпячивать И вроде как нормально Я Благодарю Вас За то что Откликаетесь Проявляете свою Благотворительность На поддержание канала Благодаря 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 Благодаря